Всем привет! Меня зовут Мария Сафина, я пищевой технолог, нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Вы находитесь на моем канале Здоровый образ жизни в удовольствии. И сегодня мы с вами поговорим про льняную кашу и критически посмотрим на этот продукт с точки зрения нашего организма. Посмотрим, чем же отличается льняная каша, как продаваемый в супермаркетах готовый уже продукт от цельного семени льна. И соответственно, как по-другому она будет действовать на параметры нашего здоровья. Сделаем вывод о том, нужна ли льняная каша в рационе здорового человека. Итак, поехали! Во-первых, так как льняное семя это продукт твердый, цельный, то льняная каша это продукт перемолотый. То есть консистенция разная, можно сказать, агрегатное состояние разное. Поэтому и перевариваться, и влиять на наш организм данные продукты будут по-разному. Поэтому не все свойства, которые присущи цельному продукту, семенам льна, можно отнести к льняной каше. А ведь часто все их пишут на упаковочках каши. А еще и придумывают какие-то свои свойства, которыми льняная каша не обладает. То есть льняная каша это не супер-пупер полезный продукт, который исцелит вас от каких-то заболеваний. Это просто продукт со своим БЖУ, со своим набором характеристик. И нужно смотреть, нужен ли вам конкретно данный продукт согласно вашему образу жизни и уровню физической активности. И как всегда, многие пишут, а сколько же семян на льна нужно мне в комментариях? А сколько же грецкого ореха? А сколько же шоколада или сыра? Или какой-то пасты? Или каши гречневой, допустим? Я не могу вам сказать, потому что количество продукта определяется индивидуальным образом жизни человека. Сколько у него физической активности? Это зависит от пола, роста, возраста, количества мышечной массы, какие у вас тренировки, какая интенсивность тренировок. В общем, очень много параметров влияют на то количество каждого продукта в вашем рационе. Поэтому никогда не покупайте готовое меню с расписанными граммами, потому что на 100% вам эти граммы не подойдут. Каждому человеку рассчитывается свое количество. Или же, если вы считать калории не хотите, можно прекрасно подбирать это экспериментально, руководствуясь базовыми правилами здорового питания. Итак, по семенам льна. У меня есть отдельный подробный ролик со ссылочками на исследование. Ссылочка здесь внизу. Немножко по семенам льна. Это классный продукт, который имеет высокое количество белка. Белок, конечно, неполноценный, усваивается медленно из цельного семени, даже если мы его хорошо прожуем. Это хорошо, потому что твердый белок дает нам длительное насыщение. Лимитирует данный белок по аминокислоте лизину, но в нем много аминокислот лейцина и аргинина. То есть, если мы измельчаем семена льна в кашу или делаем пасту, то белок начинает усваиваться быстрее. Легче ферменты проникают вглубь белковых молекул и расщепляют там до отдельных аминокислот. Далее, давайте посмотрим по углеводам. Высокое количество пищевых волокон и в льняном семени, в цельном и, конечно же, в льняной каше. Это хорошо, потому что по результатам исследований, именно высокое количество пищевых волокон в семенах льна является одним из факторов, по которым улучшается перистальтика, улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Также в состав клетчатки входят слизи, вот это все растворимое, ферментируемое пищевое волокно, которое благоприятно действует на микрофлору нашего толстого кишечника. Бактерии расщепляют, ферментируют данную растворимую клетчатку и выделяют такие жирные кислоты, как ацетат, пропионат, бутерат. Они полезны для здоровья клеток нашего кишечника энтероцитов. И также льняное семя является прекрасным пребиотиком, то есть улучшает моторику, перистальтику, способствует формированию хорошего стула, хорошего пищевого комка. Здесь, конечно, плюс, и вся эта клетчатка идет на улучшение сытости, то есть дает нам долгосрочную сытость, так как замедляет поступление глюкозы в кровь. И также контролирует уровень сахара в крови, не дает ему скакнуть, как если бы мы съели, ну допустим, кусок рафинированного сахара или съели бы какую-то быструю кашу. Льняные семечки очень благоприятно действуют на липидный профиль крови, то есть профилактируют атеросклероз, тромбоз, ишемическую болезнь сердца, инсульты и инфаркты, снижают плохой холестерин, липротеины низкой плотности и повышают липротеины высокой плотности. И это за счет клетчатки и вот этих самых ферментируемых в толстом кишечнике пищевых волокон растворимых. Далее, клетчатка действует на эпителии нашего кишечника как щеточка, счищает старые клеточки и способствует обновлению нашего кишечника. Но здесь нужно помнить, что очень много грубоволокнистой клетчатки наоборот действует отрицательно, приводит к запорам, приводит к вздутию, тяжести, газообразованию и также могут даже поцарапать тонкие нежные стенки нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому очень увлекаться такими грубоволокнистыми источниками клетчатки, как большое количество орехов, семечек, ну та же самая допустим льняная каша, да, различные отруби не нужно. Здесь нужно ориентироваться примерно на 25-30 граммов клетчатки, которую человек получает в сутки. Это и нерфинированные крупы, это овощи, фрукты, это зелень различная, листовые салаты, это в том числе и орехи, семечки и в том числе это могут быть вот различные семена, в том числе семена льна. Также углеводы и в льняном семени, и в льняной каше представлены крахмалом, полисахаридом, который, конечно, быстрее усваивается, когда клеточные оболочки уже разрушены, то есть здесь облегчение будет усвоение. Давайте посмотрим на профиль жирных кислот, и здесь как раз кроется вот такая вот интересная загвоздка. Когда у нас жирные кислоты внутри продукта находятся, они оберегаются от факторов, ускоряющих их окисление и прогоркание. А это какие факторы? Это воздействие кислорода воздуха, воздействие света, воздействие различных металлов, тепло. То есть как только мы продукт измельчаем, высоко жировой, особенно такой, в котором высокое количество полиненасыщенных жирных кислот, они окисляются очень быстро, автоокисление, прогоркание происходит еще быстрее, чем оно и так в норме происходит в твердых вот этих закрытых цельных семечках. Когда мы измельчаем в кашу или в пасту любые семена, орехи и так далее, мы должны быть готовы, что это продукт с очень маленьким сроком годности. И, конечно, я всегда рекомендую, если вы пасты любите, какие-то льняные, допустим, из семян льна, из грецких орехов, из фундука, покупать именно цельные нежаренные орехи, не термообрабатывать и самим дома в блендере делать эту пасту на 1-2 дня. То есть совсем небольшое количество, чтобы у вас сохранились по качеству вот эти жирные кислоты. Чем дольше вы храните, если хранение происходит в теплом месте, вот у меня здесь плита, поставили сюда вашу кашу или семена льна перемолотые, соответственно, очень быстро идет автоокисление, знаете, как цепная реакция идет, идет перекислоокисление липидов. И здесь, конечно, продукт теряет свои и антиоксидантные свойства, и, кстати, антиоксиданты окисляются при действии кислорода воздуха, и мы не получаем уже того спектра насыщенной нутритивной пользы, как если бы мы взяли цельное зерно, льна, в блендере смололи, сейчас же в течение 5-10 минут в кашу положили и данный продукт таким образом употребили. Если мы посмотрим на жирнокислотный состав семян льна, то там высокое количество полиненасыщенных жирных кислот, очень мало насыщенных жиров, и если мы посмотрим на соотношение омега-3 к омега-6, то омега-3 намного больше, чем омега-6, это очень классное сочетание, соотношение 1 к 0,3, то есть омега-6, который у нас провоцирует воспалительные различные процессы и являются предшественниками, если омега-6 много, провоспалительных цитокинов, лейкатриенов, тромбоксанов. Питание, в котором много омега-6 и мало омега-3, оно приводит к развитию воспалительных различных реакций. И поэтому в рационе современного человека классно держать такое сочетание омега-3 к омега-6 1 к 5-10, и классно, если это 1 к 2, это круто, омега-3 к омега-6. И да, здесь омега-3 много, но мы же с вами помним, что омега-3 нам нужно в форме и козапентоеновой, и докозагексоеновой жирных кислот. Это те жирные кислоты, которые и встраиваются у нас в липидной оболочке мембран, участвуют в антиоксидантных, антиокислительных процессах, профилактируют сердечно-сосудистые заболевания, также влияют на уровень стресса, то есть уменьшают эти стрессовые факторы, то есть нам нужны активные формы. Эти активные формы есть в животных продуктах. В растительных продуктах у нас есть альфа-линоленовая жирная кислота, это предшественник и козапентоеновой, и докозагексоеновых жирных кислот. И, к сожалению, из растительных продуктов альфа-линоленовая жирная кислота на очень маленький процент, там до 3-5% конвертируется в эти активные формы, а у мужчин может быть и 1%, то есть у женщин еще побольше конвертируется, у мужчин меньше. Поэтому льняные семечки не могут считаться классным средством для того, чтобы получить активные формы омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты оптимально брать именно из продуктов животного происхождения. По данным исследований, после употребления льняных семечек количество активных форм и козапентоеновой и докозагексоеновой жирной кислоты в крови не увеличились. Поэтому делаем вывод. Мы с вами нуждаемся в активных формах омега-3 жирных кислот. И раз уж мы об омега-3 заговорили, то льняные семечки мы берем и в свой рацион вводим именно для того, чтобы получить высококачественные жиры. Пускай, ладно, они там не конвертируются в активные формы, но хотя бы чтобы они были не окислены, чтобы полиненасыщенные жирные кислоты у нас не давали вред, так сказать, когда мы хотим, чтобы они встроились в липиды наших клеток, были антиоксидантами. Там, кстати, высокое количество витамина Е тоже, который не стоит достаточно при хранении, при действии кислорода воздуха и так далее. Поэтому, когда мы измельчаем продукт, мы сразу теряем в качестве полиненасыщенных жирных кислот, мононенасыщенных жирных кислот, там одна двойная связь. То есть все это окисляется достаточно быстро. И так как льняная каша, это размолотые семена, и хранятся они явно не в вакууме, и они на производстве еще могут контактировать и с кислородом воздуха, то есть перемешивать, храниться, хранятся они также на складах, на лавках супермаркетов, то, конечно, мы здесь теряем в качестве самого главного ингредиента – это жирных кислот. Поэтому, как приоритетный продукт для закрытия целей по набору качественных жирных кислот, я бы именно готовые льняные каши не рекомендовала. Если вам нравятся семена льна, вы можете их, конечно, вводить, но делать, вот как я сказала до этого, молоть небольшое количество, ну там грамм 30-50 на 2-3 дня, хранить в темной таре, ну в каком-то небольшом, может, контейнере, да, лучше всего это темное стекло, без перемешивания, без лишнего доступа кислорода, воздуха, и хранить в холодильнике. Давайте разберем еще некоторые аспекты, что же меняется, когда мы семена льна перемалываем в кашу или покупаем вот эту готовую кашу. Во-первых, это улучшается доступность железа, кальция, фосфора, магния, которые содержатся в семени льна. Как только мы измельчаем продукт, конечно же, биодоступность улучшается. Но здесь нужно понимать, что все вот эти вот минералы, допустим, железо, кальций, мы прекрасно можем набрать и из других продуктов, откуда они будут усваиваться лучше. То есть ни один растительный продукт нельзя назвать приоритетным источником железа. Железо лучше всего набирать из гемовых источников, то есть это животные продукты, это печень, субпродукты, красное мясо, постная, свинина, говядина, телятина и так далее. Разбираем мы эти вопросы все на курсе. Далее кальций. Лучше всего он усваивается именно из продуктов молочных, допустим, животного тоже происхождения, из рыбы, птицы, мяса, яиц. То есть кальций тоже можно прекрасно набрать из сыров. Плюс, конечно, семечки, плюс орехи, которые мы разжевываем в ротовой полости и оттуда при этом улучшается усвоение кальция и так далее. Магний можно набрать из нерафинированных круп очень легко, плюс орехи, плюс семечки и так далее. То есть нет продуктов, которые вообще незаменимы, супер-пупер полезны и так далее. Мы всегда можем набрать те же самые нутриенты комбинацией других продуктов питания в рамках сбалансированного рациона. Если мы посмотрим на витамины группы В, то и в льняных семечках их много. То есть это витамины энергетики нашего организма, это антистрессовые витамины. Они дают нам энергию, участвуют в синтезе АТФ. Плюс у нас В5, фонтотеновая кислота, участвуют в красоте кожи, волос, ногтей. Витамин Е тоже красота кожи, волос, ногтей. Репродуктивная функция, регенерация кожи, улучшение проницаемости мембран наших клеток и вообще антиоксидантное действие. Но когда мы измельчаем, конечно, витамин Е уже не будет таким классным антиоксидантом. Но витамины группы В частично потеряются и частично они останутся и их усвоение будет улучшаться. Однако витамины группы В можно очень легко набрать. Это водорастворимые витамины набираются легко при сбалансированном рационе, если есть нужное количество нерафинированных круп, если вы набираете свою норму углеводов. И давайте сейчас посмотрим на калорийность. Нашла несколько вариантов каши из льна. Первое. Это очень высоко калорийный достаточно продукт. 560 килокалорий. То есть это калорийность, которая на 100 грамм сравнима с калорийностью полноценного приема пищи. Белок 21 грамм. Высокое количество белка и, соответственно, он отлично усваивается оттуда. Жиры 44 грамма. Нужно понимать, что жиры это самый энергоемкий нутриент. И раз мы ради жиров данную кашу используем, то, как я сказала, нам данные жиры оптимальнее, конечно, набирать из цельного продукта самого лучшего качества. Именно за жиры мы здесь платим деньги, покупая этот продукт. И углеводы, это клетчатка высокое очень количество, да, 12 грамм здесь, плюс это крахмал, полисахарид. То есть понимать, что продукт высокожировой, высококалорийный. Очень строго нормировать в своем рационе, если вы все-таки выбираете льняную кашу, в свой рацион добавлять. Вот такую готовую. И еще нашла одну льняную кашу, в которой белков 36,6 граммов, огромное, высокое количество, при этом жиров не очень много, 11 граммов, и углеводов тоже 10 грамм. То есть, соответственно, и клетчатки много, да, при этом калорийность данной каши 348,4 килокалорий. То есть чем больше жиров, тем больше калорийность. И по технологии производства льняной каши, на самом деле, это очень хорошая монетизация того жмыха, того сухого остатка, который на производствах получается при холодном отжиме льняного масла. Раньше его там, наверное, утилизировали куда-то, а теперь, в принципе, можно сделать красивую упаковочку и все это продавать под видом классного незаменимого продукта. Продуктов незаменимых не бывает, маркетинговый ход для утилизации отходов таких вот производства классный, на самом деле, но при этом клетчатку можно отлично набрать и без льняной каши. Омега-3 жирные кислоты приоритетнее брать из жирной рыбы, и там они будут в активных формах, и остальные витамины, минералы тоже можно прекрасно набрать. Продукт данный часто позиционируется как веганский и вегетарианский, но вот здесь нужно понимать, что жиры-то будут прогоркать при измельчении, да, поэтому все-таки веганам и вегетарианцам для набора нормы белка, для лучшего усвоения как раз в измельченном пюрированном виде железа, кальция, фосфора и так далее, я бы порекомендовала, если вот семена льна не используют, самим все-таки озаботиться делать все это в блендере. Раз вы вегетарианец и тем более веган, и выбрали для себя такой путь в плане питания, можно сказать и так, вы должны обеспечить себя знаниями, и вы должны обеспечить себя теми инструментами, которые вам помогут набирать нутриенты в самой классной усвояемой форме. В животных продуктах и кальций, и фосфор, и магний, и железо находятся в приоритетных самых классных усвояемых формах. То есть для человека на смешанном питании, если есть животные продукты, использовать множество пюрированных различных паст, вот этих всех пюрешек, каш, которые пюрированы, не нужно совершенно для улучшения усвоения минеральных элементов. Но для вегетарианцев и тем более веганов пюрирование, замачивание, измельчение, употребление паст, это один из способов повысить усвояемость нутриентов. При производстве льняного масла, соответственно, семечки нагреваются, даже если это холодный отжим, это 40 градусов примерно. И вот этот жмых, ну да, конечно, далее тоже идёт автоокисление, так как он не хранится, к сожалению, в вакууме. Если это перемолотые просто семечки, то то же самое, да, когда мы покупаем льняную пасту какую-то, нужно понимать, что, ну, окислительные процессы там уже идут. И если мы покупаем достаточно большой объём, нужно понимать, что после 3-4 дней, к сожалению, окислительные процессы уже там затронут всю вот эту вот массу, тем более, если человек всё это перемешивает, хранит в тепле. То есть все продукты, пюрированные с высоким количеством полиненасыщенных, мононенасыщенных жирных кислот, должны делаться на 1-2 дня и храниться в холодильнике, на холоде, без доступа кислорода, воздуха и без доступа света. И семена льна, и, соответственно, льняная каша, они содержат глютена. Часто это пишут на упаковках льняной каши. Ну и здесь нужно понимать, что если у человека непереносимость действительно глютена, целиакия, то это сразу заметно. У меня есть отдельный ролик про глютен. Про аллергию на белок пшеницы, ржи, ячменя. И на самом деле это серьёзное заболевание. И как только человеку в организм попадает небольшое даже количество мучицы, то заболевание проявляется снова и снова. Происходит атрофия ворсинок кишечника и происходит ухудшение всасывания различных минеральных элементов. Очень часто люди придумывают себе без диагноза, ставят какие-то непереносимости глютена. Хотя на самом деле нужно просто сократить количество сладкого, рафинированной мучной продукции и таким образом просто сократить калорийность рациона своего и начать снижать вес. Когда человек говорит, что у меня аллергия на глютен, я отказался от глютена и снизил вес. Отчего он отказывается-то, да? Что выводит из рациона? Рафинированные высококалорийные продукты, которые раньше он ел вместе с жирами. В том числе это макаронные изделия убирает, раньше ел макароны с сыром, с маслом, то есть просто снижает калорийность рациона. Убирает рафинированные каши какие-нибудь, там овсяные, там тоже могут быть примеси глютена. Убирает булки различные и калорийность рациона снижается. Человек худеет и говорит, вот я отказался от глютена и похудел. На самом деле просто калорийность снизил. Тиминальная льняная каша в том числе помогает действительно контролировать скачки уровня глюкозы в крови за счет того, что все высокожировые продукты медленно усваиваются у нас в ЖКТ. В желудке жиры не перевариваются, но находятся какое-то время, затем поступают в 12-перстную кишку, где эмульгируется желчью и далее обрабатываются уже липазами и различными пищеварительными соками. То есть высокожировые продукты, они замедляют поступление глюкозы в кровь, снижают общую гликемическую нагрузку с блюда. Допустим, быстрая овсянка, мы туда добавили ложечку пасты из семян льна, лучше всего, которую только что сделали. Семена льна можно добавить. И таким образом у нас будет и сытость дольше, и контроль уровня глюкозы в крови у нас будет прекрасный. То есть вот такого скачка не будет. Еще один вот такой минус льняной каши – это очередной пастообразный продукт. Взрослому человеку нужно увеличивать в своем рационе продукты, которые нужно жевать. И здесь, конечно, я порекомендую взять орехи, семечки, которые, ну, хотя бы нужно жевать, потратить на это время, потратить внимание на еду, а не выпить или съесть. Как выпить? Сейчас у нас вот так и происходит. Съесть примерно равно выпить что-то пастообразное в себя. Когда залить, человеку важно задействовать свой челюстной аппарат. Недаром природа дала нам зубы. Если человек не задействует свой челюстной аппарат, он вот эту физическую силу челюстного аппарата, которым нужно жевать. Он выливает в плохое настроение, стресс, может с кем-то поругаться, какая-то там такая агрессия. Нехватка твердых продуктов, которые нужно жевать в рационе, может привести к тому, что человек хочет снеков, каких-то хрустяшек, рафинированных именно. И немножко развеем мифы насчет различных интересных надписей на упаковке каш и других продуктов. Каша помогает худеть? Льняная каша помогает худеть? Да нет, конечно, не помогает. Худеет? Худеем мы на дефиците калорий. Есть дефицит калорий? Снижаем вес. Нет дефицит калорий? Вес не снижаем. И здесь ни один продукт ни при чем. Нет продуктов, которые помогают или мешают похудеть. Выстраиваем грамотный баланс БЖУ, делаем грамотный дефицит калорий и снижаем вес именно жиром, а не мышцами. А как это делать? Кстати, мы разбираем на моем курсе искусство здорового рациона. Сколько взять белка, чтобы поддержать свои мышцы и не потерять их на снижении веса жиров и углеводов. Льняная каша якобы очищает от шлаков и токсинов. У меня есть отдельный выпуск про шлаки и токсины. Здесь внизу ссылочка. Посмотрите, пожалуйста, чтобы развенчать вот этот миф, что есть какие-то детокс продукты, есть какие-то каши, что-то, что очищает человека от чего-то там. Человек хочет найти какую-то волшебную целительную таблетку, которая очистит якобы его организм, ему станет лучше, он похудеет от одного-то продукта, не меняя образ жизни. И он ищет, ищет, ищет всю жизнь вот в этих поисках, вместо того, чтобы начать больше двигаться, пойти в спортзал, начать свой день с правильного завтрака, сложные углеводы, твердый белок, овощи, фрукты, а не надеяться на какой-то продукт, который там очищет. Чтобы ничего не очищать, нужно не засорять, так сказать. Поэтому нужно просто начать строить свое здоровое питание из монопродуктов, щадящей термообработки. Избавляет каша от отеков? От отеков каша, конечно, не избавляет. Отеки, это тоже у меня есть отдельное видео. Здесь внизу тоже посмотрите, великий миф, что есть какие-то продукты, которые избавляют от отечности. Нормализуйте питание, снизьте количество соли, соленых продуктов, снеков, количество легкоусвояемых сахаров, добавленного рафинированного сахара. Наконец-то пойдите в спортзал или займитесь тренировками, чтобы улучшить кровоток, лимфоток, чтобы ваши мышцы работали. Чтобы вместе с работающими мышцами циркулировала кровь, лимфа, чтобы не было вот этих застой в лимфатической системе и не было, в том числе, отечности. То есть профилактика отечности – это здоровое питание и физическая активность, а не какие-то суперпродукты. Слизи, которые содержатся в семенах льна, в каше из льняного семени, конечно, классные. Фитоэстрогены классные. Улучшают гормональный фон женщин, улучшают состояние при менопаузе в том числе. Но всё это круто, если это цельный продукт, если он не термообработан. Чем больше степеней обработки проходит продукт, тем ниже его нутритивная ценность. Сначала посмотрите БЖУ, посмотрите состав продукта, посмотрите, для кого этот продукт предлагается. Чем больше волшебных обещаний на упаковочке, тем пристальнее нужно включить свою внимательность и сделать выводы. Грамотные выводы, основанные на работе нашего организма, на биохимии и физиологии нашего организма. Я учу делать на своём курсе «Искусство здорового рациона». Там вы сможете проанализировать свой текущий рацион, посмотреть, что вы добираете, почему есть дефициты, и как нужно оптимизировать грамотно свой рацион, и как вообще начать смотреть на продукты глазами своего организма и действительно самому анализировать составы всех продуктов, которые вы встречаете на лавках супермаркетов. И не попадаться на разные маркетинговые уловки. С вами была Мария Сафина, пищевой технолог, нутрициолог, плохих и хороших продуктов нет. Здесь я просто рассказала вам анализ продукта. А включать или нет его в свой рацион, вы уже выбирайте сами. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Пока-пока! Пока!